добрый день друзья с вами канал вдали от города и я не на канавалово наверное на фоне бролеров вы давно меня уже не видели но поскольку канун нового года то у нас всегда огромное количество кур на заказ и вот второй день практически мы пьем бролеров с помощью сына конечно же все у нас очень быстро получается сегодня практически до двух часов дня мы забили и обработали 30 бролеров прошлом году кто-то из подписчиков или зрители канала описали в комментариях что собственно говоря нам нужно приобрести перосъемную машину но я вам хочу сказать так курицу бролера общипать всего лишь уходит 5-6 минут куда сложнее ее потом обработать обжечь вытащить кишки в общем привести на нее в надлежащий вид придать ей товарный вид так вот для этого еще приспособление не придумано а пощипать бролеров очень легко но и помимо того бролеры пощипанные вручную всегда пользуются спросом и общем это наша фишка и так я по просьбе подписчиков рассказываю быстренько как забиваем и как расщипываем кур бролеров сразу скажу показывать процесс забоя не будем и не буду показывать процесс как вытаскиваем в общем-то внутренности поскольку за это могут наказать сейчас цензура на канале youtube и я не хочу получить штрафные баллы сколько растет бролер до убоя каждый фермер решает самостоятельно в принципе уже после двух месяцев птица готова к убою если птицу кормить своими кормами без различных добавок то чаще всего забой бролеров домашних выводит в возрасте где-то 60 70 дней важно чтобы масса была не меньше двух килограмм если вы хотите выращивать бролеров дольше 70 дней то это неретабельно самый быстрый рост наблюдается в первый месяц затем птица продолжает расти медленно перед тем как провести забой у птицы освобождают желудок используют для этого метод голодания курица должна быть лишена корма в течение где-то шести восьми часов до того как ее будут резать птица содержится в хорошо освещенном птичьи голодание проводят только днем чтобы пищеварительная система работала в обычном режиме это необходимое условие противном случае остатки непереваренной пищи и отходы выделительной системы будут находиться внутри тушки и кишка может порваться и все это может испортить вкусовые качества мяса перед убоем бролер должен быть голодным его поет только водой при этом очищается зуб пищевод и кишечник убой птицы можно проводить разными способами мы использовали и при помощи топора но больше всего нам нравится при помощи дорожного конуса срезается часть конуса и туда помещается птица это может быть крупный бролер это может быть небольшой бролер в любом случае он отсюда не выскочит чуть-чуть вытягиваем голову надрезаем и даем возможность стечь крови как только кровь стекает можно отрезать голову и уже идти ощипывать курицу вообще когда вы будете забивать курицу ни в коем случае не держите ее за крылья поскольку они могут поломаться она будет хлопать образуются гематомы для того чтобы сохранить товар на литушке бролера лучше брать за лапы и нужно быть предельно аккуратным чтобы не повредить ни крылья не живут теперь что касаемо ощипывания нагреваем воду приблизительно до 80 градусов как делаю я окунаю 10 раз птицу потом даю возможность немножечко остыть буквально 20-30 секунд за это время я окунаю 10 раз другую птицу и затем опять та которая чуть-чуть остыла еще раз окунаю 10 раз после этого вручную все начинаем ощипывать стараясь не оставлять пенечков хотя все-таки пенечки остаются после этого мы потрошим нашу курочку оставляем только желудочек пупочек сердечко и печень ну естественно кишки все остальное это удаляет мы продаем бролер вместе с потрошками поэтому помещаем все это в пакет и помещаем внутрь курицы стоимость у нас бролеров 250 рублей килограмм после того как вы обработали тушку можно ее ополоснуть подсушить обязательном порядке и опаливать опаливаем мы обычным газовым баллончиком и соответственно специальное приспособление очень удобно и получается быстро одного баллончика у нас хватает где-то на 50 тушек бролеров как понять что температура готова у вас а для того чтобы окунать курицу я обычно беру две одинаковые кастрюли одну довожу до кипения а другую чуть-чуть не довожу до кипения 5 литровые кастрюли добавляю ведро и собственно говоря все где-то 80 градусов вам обеспечено очень быстро надо окунать птицу не задерживайте ее там так как даже если у вашего бролера толстая шкурка то она может лопнуть соответственно теряется товарный вид а этого ни в коем случае нам нельзя допустить но скажите друзья зачем нам нужна перосъемная машина если за день мы прекрасно справляемся и забиваем приблизительно 30 бролеров обрабатываем ощипываем время три часа а мы уже все сделали осталось взвесить и в общем ждать либо развести по клиентам либо ждать тех клиентов которые приедут к нам домой вот собственно говоря наши постоянные клиенты уже потихонечку начинают готовиться к новогодним праздникам и длительным новогодним каникулам заготавливают себе прекрасных курочек которые будут радовать их праздничный стол я поделилась с вами той информации о которой в последнее время очень часто мне задавали вопросы как быстро провести забой и ощипывание кур вот собственно говоря все что и требовалось доказать я с вами прощаюсь как всегда желаю крепкого здоровья хорошего настроения всего доброго до свидания и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова